Вот, потому что их дети, внуки в этим улицам ходят, дома разрушаются. Вот и вся ситуация. Ребята как бы не хотят идти на компромисс. Мы просим, ботин на компромисс. Пожалуйста, запустите свои грузовые автомобили в объезд села, не делая ущерб жителям этого села. Ну, давайте вы будете, во-первых, это не наши люди, которые отказываются... В объездные заводы, кроме села, есть? Есть, по-думаю. Малевая дорога. Ну, она... Она не предназначена для движения габаритного транспорта. А это предназначено? А это предназначено через дома людей, где дети бегают? Нет, даже дорога делалась не на такой тоннаж. Возьмем с этого. Начнем с этого. Сейчас речь идет не о нашей обучении. А как же? Ну, вот тоннажем и ломает нам дорогу. И дома, и ломает. У людей дома трестуют, фундаменты трестуют, стены трестуют. Вы это понимаете? Я бы не говорила о том, чтобы снять знаки 24 тонны и нагрузка на О7. Мы не об этом знаке говорим. Мы говорим о 7,5 по высоте. И решение... Мы говорим о том, что жители вас просят, пожалуйста, ездите по окружной. Точка. Вот это все. Решение, пожалуйста. Почитайте. Здесь есть грунтовая дорога, которая не предназначена для... А что вы за счет не предназначена? Вот только что про ней... Вот вы попросили провести вашего юриста. Ее провести... Давайте две фуры поедут, и там... С ней проехали на легковой машине, на скорости 70 км в час, на легковой. Вообще без проблем. Почему же тогда грузовые не могут въедать по ней? Ну, о чем вы говорите? Ну, давайте двумя фурами поедем, пускай они там разминутся, пускай они там... Давайте. Сделать пару площадок, чтобы разминаться, я за свой счет сделаю. Если у вас денег нет, если вы бедный завод, я за свой счет сделаю пару площадок, чтобы они разминались. Речь не идет о бедности и так далее. Я обращаюсь. Мы вызвали полюции. Что же вы не предназначены? Кто решил? Эксперт здесь есть какой-то? Ну, ну, точно так. Точно как эксперт решил, что рушатся дома из-за фур. Вот, честно говоря. К вам жители подошли сейчас и сказали, что есть трещина. Но я понимаю, что есть трещина. Все дома перещают. Абсолютно. Из-за фур. Ну, смотрите, из-за фур или не из-за фур, это другая речь. Понимаете? Есть трещина, согласен, есть. На заводе миллион трещин. Я понимаю, стоит бог на где. Вы принципиально не хотите ехать? Мы не хотим туда ехать. Мы нанимаем транспортную компанию. Принципиально? Вот ответьте просто. Я вам еще раз заварю. Мы... Так, а что вы приехали, если вы нанимаете транспортную компанию? Пусть они приезжают сюда. Я приехал, потому что вы приехали сюда. Вот вы... Так вы жители села. Вот вы жители села. А вы жители села? Я не житель. Ну, так, а что вы приехали? Сейчас есть препятствия для транспортной компании, которая... Вы представитель компании? Нет, которую мы нанимаем для работы. Вы ж тоже не жители села. Но вы ж... Как это не жители? Это жители села? Я жители села. Конкретно я не житель. Люди обратились к общественной организации. Ну, а ко мне логисты обратились и сказали поедь, посмотри, что там такое. Почему наш транспорт не может поедать? Ну... К вам просьба пойти на встречу, решить проблему. Решить ее возможно. Чтобы не страдали 600 жителей села, просьба решить проблему. Это возможно. Странка туда. Ну, да и все. Люди просят. Компания проехала, допустим, представители завода, выехала, пытались сделать... Их зовут никакого отношения не имеет транспортной компании. Их форум тоже. Какие на встречу жители села? Ну, какая проблема? Ездите по окружной. Люди жалуются. Это проблема уже много лет. Ну, им раньше уже говорили, потом... Уже было еще нестолкома. Так они же подали в суд. Мы не хотим говорить проектов. Вот есть проект от резной дороги. Почему? Почему вы не говорите? Автобус, вы не знаете. Ну, мы здесь находимся. Не заедет, мы отправим. Мы считаем, что заедет. Даже два проекте. Один вот здесь объездная. Люди выезжают на эту трассу. Второй возле бара сижают. Это ваш проект. Может, не вы их делаете? А если? Посмотрите, вы говорите, дайте, что дома трескаются. Не верим, что у людей дома трескаются. Да, верим, что дома трескаются. Я могу предоставить дом. Я первый. Ты первый? Я второго уже предоставлю. Такой занавеской поснимала. Вся эта почва, это плавуны, которая движется в сторону низких уровней. То есть, к лиману. Это хорошо. Понимаете? Весь завод тресчит. Не перейти улицу, ничего детям. Мало того, что фуры ездят, так ездят ваши работники, которые не едут, а летят. Просто летят. И город просто едет. 50 жителей Ленинки являются моими рабочими. Поэтому, наверное, вам нужно прийти и сказать соседу, ну, дружище, не летай. Тем более, если надо дома разрушать, то мы не летаем. Машины к вам ездят, ребята. Машины ездят на вашем заводе. Люди должны ходить по вашим работникам и им что-то говорить. Женщина говорит о том, что летают наши рабочие. Так вы, у них руководитель. Они не послушаются людей обычных. Вы, у них руководитель. Вы им скажите, пожалуйста. То есть, сосед соседу не должен подать и сказать, не мог спокойно ехать. У меня здесь дети. К вам обращаются, как к руководителю. Вы решите эту проблему, пожалуйста. Чтобы мои рабочие медленнее ездили по этой дороге, не вопрос. Ну, они же не ваши рабочие. Вы же сказали, что транспортная компания. Ну, ради бога. Ну, вы что, мы всю кучу мешают. Как вы можете им сказать, с нас поставили, что едут 40 километров? Нет. Смотрите. Данная жителька сказала о том, что сотрудники нашего завода летают по дорогам. Нет возможности перейти. Да, винзаводовский рабочий. Да, нет. Можно перейти дорогу жителя, но детям нельзя кататься, потому что, ну, нарушают. Ну, 50 жителей данного села являются сотрудниками предприятия. Ну, вы можете соседу сказать, ну, не летай, дружище. Не наши, давайте, мы с ним не всегда наши ездят. Наши пешком уходят. Первое, что я должен решить проблему с движением грузовиков по сену. Ну, и за фор тоже, и за фор тоже сидеть не нужно. У жителей была просьба о том, чтобы ограничить транспортное средство, которое превышает весовые нормы. А именно, полный вес 24 тонны. Нет, у жителей, я вам скажу, как жители просьба. Высших не слышали жителей, по-моему, до сих пор. Так вот, у жителей просьба, чтобы грузовики, которые обслуживают винзовод Коблева, ездили не через село, где гуляют их дети и внуки, а через, а по окружной дороге вокруг села. Но директор тоже не может решить, если это компания. Что директор приезжает? Все, вот и вся просьба. Вы решите питание, что до обмежения рухну авантажного транспорта до винзоводу, по селу, в Зиску, с великим навантажением на дорожное покрытие, которое производит до руйнувания житловых будинков. Вот это обращение, под которым подписалось 60 жителей. Ну, где здесь идет речь о том, что там мешают детям и так далее. Вот конкретно о том, что вы лыки навантажены на дорожное покрытие. А вы в это не верите, или что вы? Я верю, что детей нету посреди. Детей в селе нету, или что? Вам надо доказывать, детей привезти или... Когда-то сбила. Было дело, что сбил. Посмотрите, хуры не так ездят, как ездят местные жители. Еще быстрее ездят, чем лыковые. Не ездят так? Сбили, сбили репорт. Да. Смотрите, если хуры ездят быстро и не в каких-то положенных скоростных режимах, ну, этот вопрос можно абсолютно решить максимально быстро. Вот, если вопрос об этом... Вы были на Винзаводе, на Винзаводе шахту? Понимаете? Правильно. Я вам еще раз говорю. Там компенсируют. Вот, завод компенсирует жителям. Вот я вам наведу один простой пример. В 2019 году АТ Коблева перечислила в бюджет местного сельского совета 10 миллионов 400 тысяч гривен. Плюс Агрокоблева, еще там, я не знаю точную цифру, но очень огромная. Потом, в начале года этого, 20-го, мы договорились с Владимиром Михайловичем Паничем о том, что предприятие в рамках социального партнерства перечисляет 100 тысяч гривен ежемесячно в бюджет села для того, чтобы облагораживать территорию, ставить заборчики, детские площадки. Причем здесь это вообще? Смотрите. Причем здесь это вообще? Это ваше обязанность будить налоги. Это не налоги, это благотворительность. Хорошо, я объясню. Так, какая благотворительность вы кинули людей на землю? Понятно, что вы можете 100 тысяч на эту всю землю отдать. Но это не проблема, оно это смешно. Вы кинули всех людей. Люди умирают, вы кинули на землю. Я не распоевал землю, вы кинули на землю. Еще и это мало маяте, вам не стыд? Мы сейчас решаем вопрос от земли или что? Да. Рекомендували вам сделать подъезд до Коблево, до винзавода, в объезд дороги. В принципе, люди поступили со своей стороны правильно. Выконуйте вы распоряджение, решение сессии. Шлобам должен быть не меньше 2.30. Правильно? Шлобам устанавливается за... Так я себе объездная, по объездной ездите, ребята. Вы объездили по той объездной? Мы ездим по полевым дорогам, мы ездим по объездным, конечно. Ну и вы ехали по той дороге, и там... Я сейчас не буду, можем подъездить по дороге. Это, конечно, не автобам, Борис Полькиев. Это нормальная дорога. Кто там, секретаря, голову, домовляйтеся с ними. Так Голова сельской рады сегодня позазвонит, на жаль. Просьба просто по окружной ездить, и все, вопрос решен. По ней только что привезли вашего юриста на легковой машине на скорости 70 км. Голова сельской рады сегодня позазвонит его. Данная дорога стоит на балансе Коблистов? Да. Это дорога местного значения? Да. Хорошо, мы говорим. Это же не... Это местного. Я же зашел, но то, как мы стоим, это дорога местного значения. Дело в том, что... Дреться. ...вен транспортного... Как вы уже говорите? Это транспортники. Да. А вы никакого отношения не имеете? Мы наймаете... Вы не можете ничего решить. Мы наймаем транспорт. Вы наймаете. Скорректируйте маршрут грузовиком по окружной и весь вопрос. Все. Вопрос выйдет на ВСА, не стоит. Они продукцию вашу вывозят. Деньги платят вам. Ихай ездить по полевой дороге. Ну, если вы не можете обеспечить, кудой? Может, и они летать будут? А мы чего должны страдать? Давай, когда транспортники поедут через нашу дорогу. Ёлки. Вы имеете правильно. За кучу год землю забрали. Они малы уже дороги сделали. Ну, дороги ж малы все. Они распоюют, не я. Ну, так еще и не распоевали. Дома разрушаете. Ну, совесть имеете? Ну, что? Вы когда лучше людям землю отставили? Вы сходите на церковь. Ладно? Смотрим уже кучу лет на этот цирк. Вы же 20 лет смотрим на этот цирк. Я не распоюю землю или на... Идемте писать заявление. Да, идемте писать заявление. Вот юрист пойдет сейчас с вами. Что там платят? Мне это греть вообще, меня не интересует. Мне Верховная Рада Украины тоже каже, что выделяют. Есть все это, только в основе ничего нет. Это мне ничего не греет. Меня вот поставили, у меня есть результат. Все. Давайте я вам скажу, чему у вас не греет. Да не надо рассказывать, не сделайте. Мне там ремонтировали площадку на винзоводе асфальтом. Десять метров квадратно. Что там уже разрушает? Я жили не расскажу. Виталий, мы говорим про село. Виталий, вы бы не об этом, пожалуйста. Сергей Совет Зенкович, что бы я отремонтировал. Пятьсот гривен. Мы уже это слышали. Виталий, мы не можем постоянно просить, чтобы у вас воровали деньги. Виталий, вы сейчас не об этом. Я не с вами разговариваю. Вы спросили меня не перебивать. Людям это не надо. Да вы уже это рассказывали. Я разговариваю не людям, я разговариваю сейчас. Так вы перед этим только что-то говорили. Давайте мы не будем провести завод. У людей проблема, у жителей проблема. Вы это можете понять? Как вы это не можете понять? Олег, смотрите, вы меня просили не перебивать. Я вас послушал. Послушал. Я разговариваю с местным жителем, которого конкретно задал мне вопрос. Я ему отвечаю. Отдайте человеку там ущерба на 10 тысяч долларов. Позвоните. Еще вот на 15 тысяч долларов. Отдайте ущерб. Ты вот так вот думаешь? Как это там? 15, 10. Вы только что сказали, я заплатил сельскому совету. А зачем вы заплатили? Вы делайте результат. Вы сейчас наймете Олега Боза, чтобы он был депутатом, представлял ваш этот. Мы не нанимаем, мы выбираем. Выберите. Мы в октябре будем 100 тысяч платить. В ноябре 100 тысяч, в декабре. Ты конкретно, Олег Боз, подойдет. Вот это платежи, и они где-то деваются. Понимаете, платежи. А если конкретно видеть вас, просите будущего депутата Семенки, я вам говорю, что мы заплатим эти деньги, а он вам скажет, граждане этого села, громада, вот Поблева платит эти деньги, мы сегодня будем делать площадочку, мы завтра будем делать знаки. Виталий, вы уходите от ответа. Входишь такой раз, говорим, это. Вы не 100 тысяч, а 15 миллионов вы должны. Проблема не в этом. Дружище, то, что я должен, ну, тебе вообще ничего не должен поверить. Да, предприятие... Проблема не в этом, Виталий, ну, услышите, пожалуйста, людей. Да, я слышу, но вы одно и то же самое повторяете, мы с вами уже час-два времени разговариваем. Так вы включитесь в проблему и скажите, как ее решить? Я включитесь уже очень давно, и вам еще раз говорю, мы платим деньги, все совет, для того, чтобы была возможность ремонтировать данную дорогу. Почему деньги? Это не решение. Это не самое. Кстати, даже разрешение снимать. Я тебе давал разрешение, мне снимать. Мы заплатили, что вы не сделали. Тут ваши проблемы. Наша проблема должна решаться вот здесь. Надо вызоветь депутата. Проблема вот здесь, вот в этом селе. Вот конкретно вот тут проблема. Вот то, что там кто-то кому-то помогает, там, понятно. Вот конкретно в этом селе проблема. Ваши? Нет. Просто веселые ребята. Это был огромный поддержки. Проблема вот конкретно в этом селе. Я вам говорю конкретный вопрос. Что мы решили? Мы помогаем. Был бы сейчас представитель сельского совета, он бы объяснил, где деваются люди, почему они не ремонтируют такую дорогу. Да нет, вопрос не за деньги. Как это вопрос не за деньги, если вы говорите, мы должны пятьдесят миллионов, дружище мне говорит, ты должен десять на ремонт, тому пятнадцать миллионов. Ну так посмотрите на то. Ставят меня на какие-то деньги, не могу. Да не ставим. Я просто говорю, что ущерб, ущерб, например. Делаете? Да. Все, давайте. Падик, вот тут ты потом вернешься. Ну конечно. Смотрите, за деньги, за все это потом. Это не здесь. Здесь проблема с проездом грузовиков. Решите ее и все. И не будет вопросов. И вам пожмем руки, скажем спасибо. Смотрите, местные жители в шестнадцатом году поднимали данный вопрос. Да и в шестнадцатом, и в семнадцатом, и в девятнадцатом. Вопрос поднимался не один год и не один раз. Он не решил, смотрите. Поднимали в шестнадцатом году. Я вам говорю, я работаю здесь с девятнадцатого. Я знаю то, что произошло за последних полтора года. Поднялся вопрос решением суда Украины. Было отменено решение Коблевского сельсовета. Как то, что данное решение является незаконным. Точка. Никаких больше обращений за последних полтора года, когда я здесь работаю, ко мне, как руководителю предприятия, не было. Что было? Это органы, которые выбрали вы. Соответственно, они представляют ваши интересы. Если мы с ним о чем-то разговариваем, то я так понимаю, он говорит от мнения всех жителей Ленинки, от жителей всего ОТГ. Так, сельсовет вам дал письмо, где написал рекомендовать построить окружную дорогу. Вот смотрите, вот только что был ко мне вопрос, они не знают, куда деваются их деньги. Сельсовет вам написал, принеси бумагу, показать, там написано, рекомендовать вам сделать объездную дорогу. Он вам уже об этом сказал. Мы ежемесячно выделяем, мы в год за прошлый год заплатили 11 миллионов гривен, местный бюджет за 11 миллионов гривен. Да при чем тут 100 тысяч? Вы говорите 100 тысяч. Я не могу контролировать. В этот бюджет вы должны 15 миллионов. А мы тем больше 100 тысяч. Вы вот сейчас выберете представителя, который кандидат. Да тут нема разницы представителя другого. Вы можете тогда у Олега спросить. Если он будет, или не будет, мы должны его спрашивать. Мы просто с просьбой обращаемся до вас. Вы хоть там и три раза по 11 миллионов платите. Так вы обещаете проблемы, мы обращаемся до вас. Виталий Иванович обращался, Верий обращался, вы опять. Молю, на следующий год вообще другий будет руководитель на Минзаводе. Мы что, должны каждый год обращаться? Нет, вы не должны каждый год обращаться. Вы поймите, мы скоро, если стихия какая-то пройдется, полностью Ленинку снесе. Потому что дома уже не рушатся. Они атакуются. Смотрите, я не имею права... Сложите все. Дом тут ваш был бы, вы срубили бы сразу. Если бы вы тут жили. Смотрите, вот решение. Здесь написано. Если вы не приехали танки, то быстро в нем. Рекомендовать акционерам... Давайте первое прочитаем. Ну что вы с конца читаете? Я говорю то, что я хочу сказать. Не надо меня пробивать. Давайте. Здесь написано, черным по белому. Рекомендовать акционерам Толорича Туковлева побудоватый объездную дорогу до своего товаривства. Пожалуйста, можете это сделать? Ну вот так вот. И шофура не... Сейчас поехала по какой-то объездной... Подожди, так предложите решение. Ну, вот так, не вот так, ну по-другому. Это же не наши проблемы уже, это ваши. Предложите решение. Давайте не конфликтовать, а решать проблему. Никто не конфликтует. Я вам еще раз расскажу, что предприятие финансово платит очень много денег, громаду, для того, чтобы можно было бы обеспечить нормальный асфальт, детские площадки. Мы начинаем, что мало денег. Очень мало денег. Должно платить 25, а платить 10, 15 не доплачивает. Миллионов? Миллионов. 15 миллионов не доплачивает. Я помню, на десятку ты уже поставил мне это. Мы же не спрашиваем, где 15 миллионов. Почему не доплачиваете? По какой причине не– Как это вы не спрашиваете? Ну как это вы не спрашиваете, если уже 2 раза приходила налоговая проверка, и спрашивал, почему вы не папитесь? жители вас об этом не спрашивают пока спрашивают о том чтобы вы построили сейчас помешу палкой и сейчас дорога сейчас давайте закручим меморандум где вы скажете что да вы обязуетесь построить дорогу вокруг в течение там полгода в течение там да там какого-то времени вы поставили ультиматум ну смотри как как ведется диалог вы ставите ультиматум а потом говорит дружище давай садить садиться будем чем-то разговаривать это не ультиматум это ультиматум я вам объясню почему это не ультиматум а если бы не поставили ультиматум вы тут не стояли а вы не приехали к людям вот когда перекусили вы приехали общаться за 20 лет нас тут ничего не менялась вот так пока никто не поставил этот никто тут не был вообще не Виталий Иванович, не Вера Ивановна не вы никто, чем Михайловна. Вы еще не депутата начинаете голосовно говорить, но не нужно делать. Я говорю по факту. Показать не нужно делать. Сразу их деньги начнете и все отрубила. Юристка уже проехала давайте мы с вами проедем. Это не окружная дорога. Давайте на моей машине проедем. Олег, это не окружная дорога. Вы раскидываете. И проекта никакого нет. Это вам лапшу на уши вешают. Это дорога? Нет, это уже сколько лет. Что за землю, что за дороги, за все. Это дорога, которая идет вокруг села Виноградная. Она не идет вокруг села Виноградная. Как это еще идет? В смысле не идет? Вы еще не политика начинаете голосовно говорить. Показать вам? Вы не понимаете, что она идет вокруг. Давайте вместе проедем, увидите. Она действительно идет вокруг села. Ну, что я непонятно вам сказал. В следующий год ущерба будем виноградом брать. Вы, может, не знаете даже об этом? Ну, заберете. Как минимум козочки, вот те, которые тут живут. Виталий, у вас есть проблемы? Просто решить все. Точка. Смотрите. За 3,5 минуты фура только что проехала до Винзавода. Мы сняли это на камеру. Проблема ноль. Нормально. 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 Чутко. Он проезжает. Повороты ненормальные зайдут? Вер parfём. Что такое ущерба? Возвращение до Винзавода. Карта на謝謝 она дала, знаете. Потому что насport не поможет сущее в認зиру. Упомин区 не хватает. Поехали! Нормально. Нормально. Эта 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 intenсация была от вас, это progressively прибавляться от вас с Ногamousого. Мы пришли от誤 boil Pokémon 4 inevitable. Мы… Осень к управленному титру cause пр Dec Wandhка! Стою питて это ocrirный design. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok